Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели! После некоторого перерыва мы снова начинаем заседание пресс-клуба. И в этот раз у нас такая очень интересная, горящая тема как раз стала поводом для возобновления этих заседаний. 17 сентября Кабинет Министров принял поправки к трем правилам Кабинета Министров, регулирующим оплату некоторых услуг. Нас как собственников наших квартир и клиентов по ЖКХ, в основном клиентов по ЖКХ в этом городе. Поэтому мы сегодня решили встретиться и обсудить эту тему. Сегодня главными гостями нашего эфира станут вице-мэр Долгофилской городской думы Петерис Залбе. И исполняющая обязанности руководителя по ЖКХ Вера Сергеевна Радила. Добрый день. Меня зовут Ольга Петкевич. Я сегодня возьму на себя роль, ну, некого, наверное, неведущего, правильнее сказать, модератора сегодняшней встречи. Буду немножко стараться направлять и всем по возможности давать право высказаться и сказать то, что они хотели сказать, задать те вопросы, на которые они бы хотели получить вопросы, ответы, извиняюсь. Сегодня мои коллеги меня поддерживают. Это Наталья Петрова, журналист «Город ЛВ». Добрый день. Альвина Давиденко, тоже журналист. И еще один коллега по цеху Артем Губерман. Здравствуйте. Я возьму на себя роль такого, ну, в данном случае, вводящего в тему нашего сегодняшнего разговора. Значит, как я уже сказала, 17 сентября во вторник были приняты поправки к правилам Кабинета министров. Те, кто следит за этой темой, для них эти цифры уже много что говорят. Это правило номер 999, 1013, 1014. Те, кто знает, они сразу, у них, наверное, в голове щелкнуло, о, это они утистены в воде. Так и есть. Значит, три главных момента, которые нам предложил Кабинет министров. Первый, это то, что собственники должны до следующего лета сами принять решение о централизованной замене счетчиков в их доме, при этом решив, какими они будут, какого класса. При этом счетчики теперь будут не собственностью жителя, каждого индивидуально, а общей собственностью всех жителей дома, собственников квартир. Второй принципиальный новый момент, это то, что за неучтенку платить теперь будут не все, а будут платить те, кто, ну, как в народе говорят, занимаются магнетизмом, то есть пытаются всячески повлиять на свои счетчики, это вскрывается в ходе проверок. Это те, кто не подают показания, это те, кто вовремя не верифицирует свои счетчики. Ну и, пожалуй, третий основной момент, это то, что плату за вывоз мусора Министерство экономики предлагает ныне взимать не с людей, задекларированных в квартире, а поквартирно. Они это мотивируют тем, что очень сложно на самом деле выяснить, сколько же человек проживает в одной квартире, потому что декларирование не всегда показывает фактическую ситуацию, поэтому они решили максимально упростить расчеты и взимать просто поквартирно. Неважно, там живет один пенсионер или семья из пяти человек, все они будут как будто бы платить одинаково. Интересно, стоит подчеркнуть два момента. Первое, что эти правила вступают в силу с 1 октября 2013 года, то есть вот буквально через полторы недели. И второй важный момент, что они относятся к тем домам, в которых права управления домом не переняты жителями. По факту на 1 октября, как я понимаю, сейчас уточним у должностных лиц нашего самоуправления, большинство домов в Далговпилсе будут пребывать именно в таком статусе. Поэтому мой первый вопрос, наверное, по этой лице адресован. Знали ли вы, что готовятся такие правила, и как планируется теперь строить работу по ЖКХ и жителей, и как будет себя в этом плане вести Дума, учитывая, что все-таки на 1 октября большинство домов в городе будут именно вот такими, с неперенятыми правами управления собственностью? Зная, что приближается принятие таких правил Кабинета Министров, изменение правил Кабинета Министров 999, 2013 и 2014, самоуправление потому и действовало более рационально и более резко по отношению руководства жилищно-коммунального хозяйства. Потому и самоуправление спешило вперед, что необходимо выработать новую методику работы дальнейшее предприятие и предлагать людям подписание нового договора, в котором будет установлена форма управления. Если есть у жителей свой управляющий, то это будет из среды жителей управляющий. Если у жителей такого управляющего нет, то функцию управляющего на себя возьмет предприятие жилищно-коммунального хозяйства. И вы правильно очень подчеркнули, что когда установлена форма управления, то данные правила Кабинета Министров перестают действовать и начинают действовать закон о квартирной собственности и закон об управлении. Эти два закона гласят то, что жители имеют право выбирать, каким образом они будут рассчитываться и за воду, и за вывоз мусора, и за те услуги, которые они хотят получить от обслуживающей организации. Потому со стороны руководства города могу успокоить наших горожан. К нашим горожанам данные правила Кабинета Министров применяться не будут, потому что на сегодняшний день уже подготовлен договор, с которым мы идем к людям. И в первом декаде октября уже пойдут первые собрания, на которых будут устанавливаться формы управления конкретного жилого дома. Сегодня мы как журналисты выступаем, но в то же время наверняка и просто как обыватели, которых тоже касаются все эти правила. Я не знаю там всех подробностей, но, как правило, большинство людей живет в квартирах. Вот вопрос к коллегам. Все поняли, что нас ждет после первого октября? Или у вас есть какие-то вопросы? Просто как у жителей, вот все-таки. Вступили правила, с другой стороны сидит вице-мор, говорит, не будут применяться. Все поняли, как мы будем жить после первого октября? Можно я хотела бы, вот, может быть, Петерис, вы конкретизируете вот тот документ? Ну, о чем он, собственно говоря, что будет? Если вот эти правила действовать не будут, то вы придете к горожанам с каким документом? Что там будет самое главное, чтобы люди поняли? На сегодняшний день мы приходим к горожанам с законом о квартирной собственности, где говорится, что все решения, которые касаются конкретного дома, обслуживания дома, расчеты конкретного дома, имеют право устанавливать только жители конкретного дома. Если жители решили, что они готовы платить по среднему и раз в год рассчитываться, как по газу, заводу делать перерасчет, то для конкретного дома это является законом. Для обслуживающей организации это является и принимается к исполнению. На сегодняшний день правила Кабинета министров 10.13, 10.14 говорят о тех домах, которые не переняли право управления и не установлено. Вообще право управления в конкретном доме и в которых управляющей организацией является созданной самоуправлением конкретная компания по ДАГУ, в Пилсуэта, по ЖКХ. Но, скажем, не будем мы брать во внимание переходный период, потому что самоуправлению поставлена задача до Нового года, если я не совру, наверное, 35-40% установить права управления, форму права управления и после Нового года в течение остальных 3-4 месяцев остальных домах. И в конкретном доме будет действовать только тот договор, который подпишут жители конкретного дома. Так, еще раз, давайте вот на конкретном примере. И на конкретном примере могу разъяснить вам ситуацию. Да, мы вам. Значит, саму... Что? Вот вы приходите к жителям и говорите, мы предлагаем вам... Мы предлагаем вам управление. Раз, вашим жилым домом обслуживание. Два. Так. Если дом говорит, что у них есть свой управляющий, который имеет сертификаты, который зарегистрирован в сайте Министерства экономики, или же это малый дом, в котором это не требуется, и он готов выполнять функцию управляющего этого дома, то предприятие жилищно-коммунального хозяйства подпишет договор на обслуживание конкретного дома и будет полностью выполнять заказ жителей по обслуживанию. Если управляющего нет, то управляющим тоже может стать... Мы предлагаем и тоже быть и управляющим, и обслуживающим. Есть? И тут сразу возникает два вопроса. Первый из них. Вы пришли, предложили общего собрания жильцов. Собрать, как это в большинстве случаев бывает, не удалось. Кто-то уехал, кто-то еще где-то. Нету 50% для договора. На сегодняшний день закон о квартирной собственности говорит о том, что есть три формы собрания, как можно собрать жильцов. Или на собрании, или оповещением через опрос. Опрос, он тоже действует. И то есть те люди, он только занимает дольше срок. Если собрание две недели, то опрос месяц. И если люди, получившие каждый под подпись, он получает документы о том, что будет рассматриваться такой-то, такой-то вопрос, он может письменно дать свой ответ и дать свое согласие или не согласие. То есть мы не будем выгонять людей на улицу. Если мы видим, что не собирается, значит пойдем путем опроса и будем выслушивать мнение каждого собственника квартиры. И второй вопрос тогда. Скажем, собрание жильцов, или вот путем опроса, делегировало право управления ПЖКХ. Имеет ли право в дальнейшем собрание жильцов сменить управляющего? Несомненно. Собственники жилья имеют право менять управляющего. Раз в год это однозначно. И если им не нравится или управляющий нарушает какие-то установленные в договоре пункты, то они могут быстрее собрать следующее собрание и поменять и управляющую организацию, и обслуживающую организацию. И вы знаете, прозвучало про счетчики, про их. Подожди, Артем, подожди, я еще вот это чуть-чуть попозже. Я бы хотела узнать, а в чем новизна, собственно, будет? Сейчас у нас ПЖКХ управляет, и вы предлагаете, ну, в принципе, там или найти какого-то управляющего или ПЖКХ. Предположим, все выбирают управляющего ПЖКХ и обслуживание ПЖКХ. Но что-то новое будет? Или все останется вот так, как есть? Новшество как раз и спрятано в законе о квартирной собственности, что все заказывают только собственники жилья. На сегодняшний день, пока не установлена форма управления, ПЖКХ работает как лапки тикс парвалднекс, и он имеет полное право, если он видит, что текет кровля, он ее меняет так, как ему надо, так, как надо управляющему. После того, как будет заключен договор, к исполнению будет приниматься только то, что закажут жители. Управляющий больше не сможет навязать. На сегодняшний день как раз изменения приняты для того, чтобы и 10.13, и 10.14, они как раз и гласят. Если жильцы не собираются, то управляющая организация в лице ПЖКХ для того, чтобы убрать в конкретном доме неучтенную воду, насильно меняет для всего дома один класс счетчиков и все счетчики забирает на свое управление. А платят за них? Платят за них жители. Платят за них жители, как плату за обслуживание. По правилам 10.14. Закон о квартирной собственности этого не говорит. И там нельзя будет вмешаться конкретно от правил. То есть правила говорят только те дома, которые проблемные, которые не хотят устанавливать форму управления. И самоуправлению как-то надо приводить в этих домах порядок. И там как раз и есть только. Но могу заверить наших жителей, что в городе таких домов, если останется, то это останется 5-6 домов, которые, может быть, не совсем в надлежащем состоянии на сегодняшний день. Может быть, какой-то более низкий социальный дом. Но все равно как раз в этих домах у самоуправления поставлена задача и программа тоже их всех привести в порядок. Вера Сергеевна, можно я вам вопрос задам? Вот вы разделяете оптимизм по поводу собраний, что это все удастся провести в срок. Вы, как человек, который не раз бывал на этих собраниях, видели, как это происходит. Реальный план поставлен? Да, мы наметили срок проведения собраний с октября по май. Причем в мае будет как бы последние уже дома. И незначительное количество. Оптимизм, конечно, он должен быть. Но я предполагаю, что некоторым домам придется и не один раз ходить на собрание, а несколько, и два, и три раза. Но я хочу все-таки, вот имея возможность, своим жителям напомнить о том, что это только для их блага. Если мы соберемся, чем быстрее мы соберемся, тем быстрее жители смогут заказывать себе все необходимые услуги и принимать те решения, которые им кажутся наиболее благоприятными для данного дома. То есть и эту же нераспределенку распределить так, как им хочется, и все остальные другие вопросы. И даже вплоть до того, какие услуги по обслуживанию они имеют право заказать, и, соответственно, им кажется, что они наиболее лучшие, эти услуги, то и будем исполнять. Спасибо. Наташа, есть какие-нибудь вопросы? Да, у меня, наверное, вопрос с такого характера. Большая часть горожан, я думаю, не будут вникать в правила, в законы и предпочтут остаться у ПЖКХ, потому что это им проще, привычнее, так сказать. Какие конкретно меры предложит ПЖКХ? Понятно, что оно не может навязывать, оно может предлагать. Вот какие оптимальные она видит меры все-таки по борьбе с той же неучтенкой, о которой мы сегодня и говорим? Ну, мы уже не раз это жителям нашим рассказывали и объясняли. Конечно, первое, что мы призываем людей к честному проживанию в своем доме, то есть не укрывать те кубы, которые они потребили. Можно поставить золотые счетчики с любым классом точности, но если человек посмотрел и видит, что он потратил 7 кубов, он написал 5, естественно, получится нераспределенка. Но есть другой более такой существенный метод – это дистанционное снятие показаний счетчиков без участия жильцов. И такие дома у нас уже есть, и популярность они получили. У нас много проводится собрания, люди рассматривают и принимают такие решения. Вот в настоящий момент у нас уже заключены два договора с фирмами, которые это могут сделать. И если люди это интересуют, и борьба у них идет среди дома, и плохо получается эта борьба, то надо принимать такие решения. Но в настоящий момент, я бы сказала, если смотреть, сравнивать, вернее, какая нераспределенка в нашем городе и в других городах Латвии, я хочу сказать, что у нас она наиболее лучшая ситуация, чем у других. И она у нас не выходит за пределы, как вот правило говорят, 20% нераспределенки. Это уже надо бить тревогу. У нас таких домов довольно немного. Среднее по городу у нас идет где-то от 12 до 16% нераспределенки. То есть проводимая вот нами работа и обследование домов, и собрание тоже, они дают свои результаты. И сразу, извините, Наташа, сразу возникает вопрос. Вот вы упомянули про счетчики с дистанционной, с читанной информацией. Разница в цене, и кто эту цену покрывает? Естественно, жители. А какова разница в цене? Ну, разница в цене, вы имеете в виду сам счетчик. Сам счетчик, разумеется, люди считают деньги. Вы знаете, сам счетчик, разница в цене незначительная, но стоит еще и обустроить эту систему, поставить, значит, эти станции, которые будут считывать, и передаточное звено, да. Но если у жителей есть такие проблемы, как никак не могут они договориться между собой, то это выход с положением. Ну и все-таки вот во сколько обойдется, например, дома на 4 подъезда, Вы знаете, я сейчас, честно говоря, не готова конкретно назвать цифру. Это все делается согласно сметному расчету. И если люди это интересуют, мы рассказываем, и это все предоставляем. Но вот здесь, может быть, я дополню, да, то есть мы на сегодняшний день с большим оптимизмом ждем поправки к закону о прямых платежах, принятия этого закона о прямых платежах, которое позволит рассчитываться напрямую по счетчику, и тогда уже самоуправление будет смотреть. Если есть такая возможность, то, конечно, будет перенимать на себя функцию установки счетчика, потому что самоуправление интересует, сколько человек тратит воды. Да, и эта функция должна быть за поставщиком услуги, но никак не за потребителем. Да, и потому на сегодняшний день с максимальным, скажем, вовлечением других самоуправлений работаем над тем, чтобы этот закон был бы принят, и тогда точно будет установлено, что точка расчета у жителя – это счетчик. И тогда вот мы уже посмотрим, какой счетчик будем устанавливать и за какие средства, но, конечно, не за средства жителей. А в случае принятия подобного закона можно ли, например, подготовить проект на софинансирование из европейских денег для установки счетчиков? Вот как раз над этим мы и работаем, что установку счетчиков, скорее всего, из еврофондов нельзя будет сделать, но считывающее устройство, то, которое позволяет более эффективно, более качественно и более быстро получить конкретные показатели, конечно, можно будет из денег еврофондов. Потому над этим тоже сейчас самоуправление работает, дадя на задание «Дагуфилсуденс» над этим работать, дадя на задание нашему департаменту развития над этим вопросом смотреть именно привлечение еврофондов в этом направлении. Ну, теперь я задаю вопрос по поводу счетчиков. Дело в том, что буквально в марте для многих очень жителей была замена счетчиков. Я знаю, скажем, и по тем людям, которые живут в домах 103 серии, там 4 счетчика им приходится менять. И вот буквально в марте, значит, люди отдали за новые счетчики 60 латов. Да. И вот что будет с этими новыми счетчиками? То есть к ним придут и скажут, допустим, в декабре, «Ребята, эти счетчики вам не нужны, мы их выкидываем, значит, мы ставим новый счетчик, по новой платите нам деньги». Как это вообще может быть? Значит, могу успокоить и наших журналистов, и наших жителей. Последние три года в Далговпилсе устанавливаются счетчики, в которые есть возможность вмонтировать учитывающее устройство. То есть эти счетчики уже соответствуют тем нормам. То есть вот эти новые, которые поставили весной? Новые счетчики, которые на сегодняшний день поставлены весной, они уже соответствуют тому, что к ним можно добавить учитывающее устройство. То есть уже сам счетчик менять не надо будет. То есть со счетчиками все в порядке, но у него стенки до сих пор много. То есть проблема именно в том, чтобы везде цель поставить везде считывающее устройство? Нет, цель не в том. Вот как раз на сегодняшний день правило 10.13 позволяет самоуправлению прийти в любой дом, установить в одном доме конкретно все счетчики, так, как ему хочется. Это будет собственность ПЖКХ, а оплачивать будет житель это. То есть если даже ПЖКХ сегодня придет и примет решение установить со считывающим устройством, то жителю все равно это придется оплатить. Но мы этим путем не идем. Мы однозначно этим путем не идем. Мы предлагаем жителям на сегодняшний день самим выбирать свой путь, как они хотят рассчитываться и как они готовы платить. Позвольте себе, все-таки не могу. Мы сидим, говорим о практических каких-то моментах, мне все-таки не дает покоя один момент. Вот, ну, поправьте меня, если я не права. Но мы вот, коллеги-журналисты, мы в свое время, во время принятия вот этих, ну, скандальных громких правил о неучтенной воде, мы очень много об этом писали. Жители приходили, жаловались. Мы говорили, ну, извините, ну, таков закон, ну, надо всем платить. И вот сейчас получается такая ситуация. Поправьте к правилам Кабинета министров вступают в силу 1 октября этого года. Наши гости эфира вдвоем говорят, что последние собрания на перенятие прав управления домом пройдут хорошо, если в мае. То есть что, мы не будем следовать букве закона? Так я правильно понимаю. Почему тогда в случае с неучтенкой всем было сказано, ну, извините, но таков закон, не нравится, ну, придется платить. Нам вот так приняли такие правила. В данном случае как получается? То есть немного... Я скажу так. Если наши горожане будут очень активны и будут активно участвовать на собраниях и будут готовы перевыполнить тот план, который у нас поставлен физически, который возможен, да, то есть, конечно, самоуправление найдет и резервы, и людей для того, чтобы заключить более большое количество договоров управления обслуживания дома для того, чтобы, конечно, соблюдать законы и правила Кабинета министров. Но хочу еще раз отметить о том, что Диоклипо Шумаликумс, закон о квартирной собственности, действует с 2010 года. С 2010 года, установив форму прав управления, жители имели право установить форму оплаты за воду и за так называемую неучтенную воду. Есть очень успешные дома, которые, конечно, это не в городе Даугавпилсе, которые, установив то, что раз в год они делают перерасчет и весь год платят по среднему. И возникает вопрос об неучтенной воде в районе 5-7% то, что может быть погрешности тех или иных учетных приборов. Но все-таки этот факт, что в данном случае самоуправление следовать правилам Кабинета министров не будет, вы подтверждаете? Я подтверждаю, что на сегодняшний день мы не будем, мы будем придерживаться, но не будем той карательной институцией, потому что да, мы пойдем установим в своих квартирах счетчики, те квартиры, которые принадлежат нам, ведь это квартиры самоуправления, и если в них по сей день не было счетчиков, то они там будут, да, для того, чтобы не было бы такой ситуации, что в отдельных квартирах самоуправления осталось без учета воды. И все равно они будут как раз и нашей собственностью, так как пишут правила Кабинета министров. То, что касается по вывозу мусора, то это могут быть только отдельные дома, которым это будет применяться, потому что на сегодняшний день задача самоуправления по конкурсу выявить организацию, которая есть право, предоставлять услугу обхозяйствования мусора, а у конкретного дома есть обязанность заключить договор по тем установленным домам, правилам, которые будет сам принимать дом. Ну, по мусору давайте чуть-чуть попозже, я хотела эту тему тоже так как вторую затронуть, с Версигейной поговорить, но для меня все равно это непонятно. Ну, вот, не знаешь, говорят, вот как там по-латински, дуралекс, седлекс, закон суров, но он суров, но он закон, да, извиняюсь. Он мне предлагает... Закон есть сегодня, закон о квартирной собственности. Я предлагаю... Очень простой вопрос, да. Мы говорим высоким штилем, закон, там, решение правила, да. Вот очень простой вопрос. После вступления в силу всех этих изменений станет ли хуже? И если станет, то на сколько? Как вы прокомментируете? С 1 октября, я хотела немножко оптимистично. Что выиграет от этого обыкновенный житель нашего города? Что он выиграет от принятия всех этих многочисленных законов? У нас всегда только гадости ждут от всех изменений. Ну, если уж... Ну, данные изменения предполагают гадости. Ну, давайте скажем так. Это правила Кабинета министров, которые приняты к конкретному закону. Закон имеет силу выше. И потому мы будем следовать закону, и мы пойдем по закону квартирной собственности. В законе о квартирной собственности сказано, что все права у собственника квартиры. Значит, мы будем этому следовать. На кармане собственника квартиры это отразится? На кармане собственника введения новых правил Кабинета министров не отразится. Вы гарантируете? Я гарантирую. Все, спасибо. Хорошо. Давайте теперь по мусору практически опять свернемся. Еще один маленький вопрос, Вера Сергеевна, может быть, это вам. Вот, насколько я знаю, по ЖКХ, ну, естественно, как организация обслуживающая дома, она за свои услуги берет деньги. И не только те деньги, которые нам все время пишут в счете, но и, скажем, какие-то дополнительные деньги. Предположим, вызывает человек, там, починить, я не знаю, там, кран, ему выставляют счет. Вот, еще что-то такое, ему опять выставляют счет. Ну, как бы, вот, в дополнение ко всему остальному прочему. Скажите, пожалуйста, из чего вот складывается это формирование цены? Потому что за вот эти, как бы, как бы дополнительные услуги, ну, то есть выезд, там, бригады сантехников и прочее, ну, когда людям выставляют счета, некоторые хватаются за сердце и бегут за волокордином или, там, прочими сердечными средствами. Откуда такие цены, когда за, там, одну свернутую гайку нужно заплатить? Ну, не знаю. Ну, во всяком случае, многие считают, что значительно больше даже 10 ладов. Ну, в общем, все мы знаем, что в объем обслуживания от СИГДСКСУ услуг входят все необходимые услуги, которые связаны с обслуживанием общедомовых систем. Если мы коснулись вот сантехников, это общедомовых систем и строительных, а также общедомовых конструкций дома. На все есть договор между жильцом и СИГДСКСУ, где четко расписано, может быть, вы не знаете опять, как бы, может, не приглядывались к этому договору, но его, в общем-то, читать надо. Где написано, где есть границы раздела между функциями обслуживающей организации и функциям жильца. На всех коммуникациях везде это написано. То есть, если кран, вот как в частности вы говорите, да, это уже есть собственность жильца, вот смеситель, это собственность жильца, и ремонт его находится в зоне его влияния. То есть, он может пригласить для ремонта ПЖХ или там еще какие-то организации, даже частника, даже сам человек может сделать. Если ПЖХ выезжает, это ремонтирует, на все есть калькуляция. Калькуляция, она не секретная, ее можно видеть, узнать, сколько это стоит. И когда человек приглашает к себе нашу организацию для проведения ремонтных работ, первый вопрос, сколько это стоит. И это озвучивается. Если его удовлетворяют, мы это работаем. Здесь все расписано, сколько, за что мы все берем. Вот. И я не сказала бы, что очень дорогие услуги, как вы говорите, не настолько они дорогие. Если какая-то другая фирма возьмет, то может быть и даже и не дороже. Но если возьмет какой-то частник, вполне возможно, что дешевле. Почему? Он берет частным путем и никакие налоги никуда он не отчисляет. Мы же этого сделать не можем. Ну, там и речь, там всегда есть ПЛН, 20% уже одна пятая часть стоит. Ну, ладно, давайте возвращаясь все-таки к теме сегодняшней. Про работу ПЖКХ можно много говорить, и жалобы жителей, я уверена, хватает. Ну, все-таки, раз уж правила, принятые во вторник, регулируют неучтенку и вывоз мусора, вот давайте все-таки по вывозу мусора. По неучтенке мы поговорили, какие, как Наташа говорила, оптимальные решения можно предлагать жителям по вывозу мусора. Если не считать по квартирной, если не считать по количеству людей, количество которых выяснить на практике очень сложно, то как лучше всего, на мой взгляд, с вашим опытом считать плату за вывоз мусора? Что вы будете предлагать жителям, которые будут перенимать права управления домом? Ну, если наше мнение, как обслуживающая организация, мы считаем, что более правильно это по количеству на человека считать. Потому что мы знаем, может в одной квартире, как у некоторых проживают, большая квартира проживает один человек, мусор бросает как бы один человек, может квартира быть даже меньше площади, но в ней проживает гораздо больше людей, да? И, естественно, отходов каких-то будет больше. Но правила таковы. Правила таковы. Но так как, опять скажем, что эти правила будут действовать только до тех пор, пока не установлено право управления, то есть, так как мы сегодня занимаемся, идем на закупку услуги по обслуживанию мусора в городе Даугов-Пилсито, получили разъяснение Министерства экономики в преддверии принятия правил Кабинета министров, которые гласят о том, что каждый конкретный дом устанавливает для себя, как они будут платить за и сколько будут платить за обслуживание мусора. Обязанность самоуправления – выбрать организацию. Организация должна заключить договор с каждым управляющим конкретного дома. И дальше работает только закон о квартирной собственности. И, конечно, там будут в основном по человеку, по проживающим именно, которые живут на сегодняшний день. На сегодняшний день и предприятия ПЖКХ, и другие управляющие тоже работают так, что берут в основном от фактически проживающих. Нет задекларированных, а от фактически проживающих. И платят те люди, которые проживают и производят мусор в городе Дововпусе. Конечно, есть отдельные дома, где люди не говорят, что там выехали кто-то за границу и не проживают. Тогда, конечно, получают полностью все, кто задекларированы. Но в основном система сегодня такая, что платит тот, кто живет. Коллеги, есть еще вопросы? Университет на воде по мусору. Вот скажите, пожалуйста, все-таки что значит по квартире? Квартира будет, это что будет учитываться? Квадратные метры? Или наличие комнат? Если говорить о том, что будут брать не по количеству жильцов, а именно по наличию квартир в подъезде. Это каким образом будет происходить? В вашем доме 90 квартир. Да. Но вот всем одинаково будет платить. Нет. Вот здесь я как раз поправлю. Да, значит, чтобы все были бы не раздражены и в курсе. Да, значит, правило Кабинета Министров 10-14 гласит о том, что каждый должен платить в зависимости от той доли, которая у него есть идеальная доля за обслуживание. У вас однокомнатная квартира, вы платите согласно своей доле от общей. У кого четырехкомнатная, тот, конечно, будет платить больше. Не зависимо от того, сколько там народу. Но если на сегодняшний день все правила Кабинета Министров 10-14 не говорят о том, что вы должны платить за обслуживание общедомовой территории, за обслуживание общедомовых сетей, точно так же мусор будет начисляться пропорционально имеющейся доле квартирной собственности. Но это так предполагаются сами правила. Но там же есть муниципальные квартиры в доме. Но у муниципальной квартиры есть жилец. То есть он конкретно живет в этой квартире, он тоже оплачивает ту услугу, потому что... Пропорционально там, как бы вы говорите, там доля. Вот эта вот ситуация все-таки не очень понятна. Что значит квартира? Четырехкомнатная квартира, однокомнатная квартира? Нет, но если у вас однокомнатная квартира, и она составляет 15 квадратных метров, ну, скажем, условно, может, есть 33. Ну, а если, допустим, у меня пятикомнатная квартира, я живу там одна, ну, предположим, да? Значит, будете платить пропорционально своей доле, которая у вас есть в собственности. Ну, если будет действовать этот порядок по квартирной... Если приводить вот этот, да, если приводить данный порядок по квартирной, да, но мы не пойдем этим путем. Можно ли сформулировать так, что, в принципе, когда представитель ПЖКХ придет и объявит о том, что будет общее собрание, то на этом общее собрание, во-первых, люди получат ответ на все вопросы, и, во-вторых, позиция МЭХА к скраю, ну, тогда пусть потом не обижаются. Ну, так совсем категорично не хотелось бы говорить, да, но, к сожалению, всегда так и есть то, что кто-то из-за того или уже недоверия власти, или недоверия какому-то предприятию, или не хотение приходить на собрание, потому что раньше ходили на собрание, но все равно оставались там, где эта ситуация была. Потому, конечно, сегодня, придя на собрание, люди могут установить тот порядок, по которому будет работать ПЖКХ на конкретном доме. И получить ответы на вот эти вопросы? Здесь полностью на все вопросы, как будет учитываться вода, как будет учитываться отопление, как будет учитываться вывоз мусора, как будет обслуживаться территория санитарная очистка, кто будет ответственен за крыши, за сосульки и за уборку снега. То есть жители получат ответ на все эти вопросы. И, конечно, один из пунктов договора, который на сегодняшний день будет предлагаться жителям, он говорит о том, что жители сами вправе установить ту сумму денег, а свыше которой ни одна работа не может быть проведена без согласия с домом. Кроме аварийных работ. Спасибо. А аварийные работы есть целый перечень, которые, согласно законодательству, подходят под аварийные работы. И после того, как сделана аварийная работа, предприятие обязано в течение 10 дней изъявить жителей о том, что сделана, устранена такая-такая авария, потрачено столько-столько денег. Ясно. Ну что ж, возьмем на себя роль опять последнего. Ладно, сегодня я вернусь. Вернуться к теме воды. Вот господин Залба коснулся этой темы по поводу установки счетчиков в муниципальных квартирах. Вот на данный момент в какой стадии вот этот процесс, и кто за них будет платить за эти счетчики, и повлияют ли они в итоге на количество неучтенки? На сегодняшний день, наверное, количество неустановленных квартир может ответить ПЖКХ, потому что в их ведении находится все муниципальное жилье. Но то, что касается тех квартир, которые мы сегодня получаем свободные, и в которых производим ремонт, однозначно, если она на сегодняшний день не оборудована счетчиками, то будет оборудована счетчиками за счет самоуправления. И уже те люди, которые будут получать квартиру в аренду, будут получать ее оборудованную со счетчиками. А те квартиры, которые имеются в собственности самоуправления? тоже будут устанавливаться счетчики за счет самоуправления. Ну, то есть, грубо говоря, все равно за счет налогов жителей всех. Да. О каких суммах может идти речь? Ну, если на сегодняшний день установка одного счетчика стоит от 8 до 12 лад, то я думаю, что количество небольшое осталось тех квартир, которые не оборудованы счетчиками. И, конечно, самоуправление все равно обязано, так как это по закону, оказать ту или иную социальную помощь тем жителям, которые получают квартиру. А на сегодняшний день квартиры получают только те, кто имеет на это право по закону. То, конечно, это участие всей общественности в данном процессе и руководителем этого процесса является самоуправлением. Ну, это, в принципе, наверное, как со счетчиками Латвенерго и Латвия с газа. Есть такой аргумент, что вот счетчики этих компаний принадлежат им, мы за них не платим. Но это ведь в корне неверно. Мы платим за них только посредством абонентской платы за поставляемую услугу. Она всчитана туда. Вся оплата, то, что касается Латвия с газа и Латвенерго, на составляющие тарифа, и каждый человек это оплачивает. Не, ну да, я имею в виду то, что стоимость счетчика включена в этот тариф. Мы просто отдельно за это не платим, поэтому мы думаем, вот какие они хорошие. За их счетчики мы не платим. Форма собственности очень правильная. Да, и, скажем, на сегодняшний день Диво Клипо Шамаликумс, который есть в законах квартирной собственности, тоже гласит о том, где является зона ответственности жителя по коммуникациям, где является зона ответственности обслуживающей организации. То правило 10.14 как раз установило, что зона ответственности и обслуживание коплит Ошнастелпас, то, что называется, да, это инженерных коммуникаций, является именно учетный прибор. Да, в том числе и зона собственности обслуживающей организации, если она приняла такое решение. Спасибо. Я извиняюсь, время нашего эфира все-таки подходит к концу, время подводить итог, поэтому, наверное, главное, что нам сегодня удалось выяснить, это то, что все-таки есть такой интересный юридический нюанс, что 1 октября новые поправки к правилам Кабинета министра вступают в силу, но, по крайней мере, Далгаспас останется таким особым островком, где во благо жителей, и самоуправление принимает решение, может быть, спорное с юридической точки зрения, пусть решают профессионалы не соблюдать эти правила. И обещает нам, сидя здесь, в этой студии, вице-мэр и исполняющий обязанности руководителя ПЖКХ, что с 1 октября на то, сколько мы платим за обслуживание квартир, новые правила никак не повлияют, и ничего не изменится. А вместо этого нас с вами ждет довольно долгий, хочется верить, успешный процесс проведения общих собраний собственников квартир и принятия решений о перенятии управления прав, прав управления домом и дальнейшими поисками управляющего, обслуживающей организации и так далее. Хочется верить, все пройдут процесс этот успешно, и в случае появления каких-то недомолвок, недопониманий, конфликтных ситуаций, будем собираться в студии, будем встречаться, будем передавать вопросы жителям должностным лицам, пытаться решать этот вопрос и делать его более-менее открытым и понятным для всех. Спасибо всем за участие в сегодняшней дискуссии, надеюсь, что жителям города она покажется полезной и даст ответы на некоторые вопросы. Всего хорошего, до встречи в студии еще раз. Редактор субтитров А.Семкин